Байкальская миля По дороге выполнить задания организаторов байкальской мили. Гранд-тур – обязательное условие участия в гонке. И проехать по его маршрутам способен далеко не каждый. Всего в нем примут участие 14 команд. В проекте «На Байкал» мы рассказываем о трех из них. Диди Каба под руководством Мани Найт. Бикоза Ам Йелло – одиночка-путешественник Влад. И Коломаги Кастомс – два друга студента. Это их первое самостоятельное автопутешествие и первая гонка в жизни. Байкал! Главное не упереться в очкоме-то. Починили! Починили! Здесь просто обалденный должен быть ближай. Светит солнышко, дует ветерочек, нам не холодно. Ну, приехали. Я не нажал до конца, я испугался. Крышка багажника вышла из чата с замками. Тот случай, когда твоя бабушка реально ездит быстрее. Проблемы наступили у Влада. У меня задница уже просто железная стала. Влад, погоди, мы одеваемся. Какая прикольная тема. Приехали в Улан-Удэ, время вечер. Вечер поздний, пора ложиться спать. Закончив все дела, освободишься, приходя в номер, ты не такой, типа, не, давай попьем чаю, давай что-нибудь посмотрим, а давай там поржем, нет. Просто давай уже ляжем спать. Звонок. Алло, Даня, это Влад. Да. Данил, извини, пожалуйста, займу у тебя пару минут еще. Да, 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 слушай. Слушай, смотри, какая у меня тут петрушка произошла. Я сначала залил, короче, сотого 20 литров, а он закончился в итоге на колонке. Я залил туда еще 95-го 60 литров. Я тебе просто последовательностью рассказываю. Завел, поехал от заправки, километра два проехал, смотрю на приборку, а у меня пишет, типа, антифриз горячий, двигатель горячий, типа, аларм, аларм. В красной зоне стрелка, прикинь. Это на самом деле ЧП. Я думаю, любой владелец знает, насколько это вообще страшно, увидеть такую картину на приборке. Подождал, пока он остыл до серединки обычной. Завел машину. Проехал метров 400-300. И опять стрелка начала подниматься вверх. Вариантов, почему греется, может быть, много? Ты до Весницы доехал? Я стою в 400 метрах от нее, не могу доехать. Я проезжаю 200 метров, поднимается температура. Влад, погоди, мы одеваемся. Слушай, ну нормально же, ездили. Хорошо все было. Наверное, за весь гран-тур это самая негативная ситуация, в которую я попал, в которую попал желтый. Я спускаюсь, и как раз на моменте, когда я выхожу, Влад подъезжает. Ну, слава богу. Вентилятор не клинит, крутит, как бы. Пара не было точно. Точно пара. Вообще не было. И звука никакого, ни пара, ничего. Не-не-не. Открываем аккуратно крышку нарушитель, нам ничего даже не пшикнуло. Давления нет, пара нет, ничего нет. Начинают заградываться сомнения. Цык, цык. Ну давай уже там, скажи что-нибудь. Меряем датчик, показывают какую-то фигню. Но мерить крайне неудобно. Я туда подлезаю, еле-еле там, руку в трех местах сломав. И я понимаю, что эти показания могут быть, конечно, так, вилами по воде. Это нормально. Не надевая фишку, заводим и смотрим. Все. Если он реально греется, Влада справа, у нас пойдет пара из-под крышки сначала. Ну это же сколько надо ждать-то будет? Пару минут хватит, если он тебя действительно так греется, как говорит. Полностью, полностью доверяю пацана. Мы друг друга знаем. Не первый день. И знаем, в каких условиях, достаточно тяжелых, находимся. Если есть возможность помочь, помочь, помоги. Интересно. Очевидно, идет. Заводи, заводи, пробуй. Давай, давай, давай. Ничего страшного. Это из-за датчика? Давай, ты пробуй. Алло. Дим, короче, тут парни покрутили. Да, сейчас, секунду, громкую связь. Надо посмотреть. От фон пойдет, есть верхний патрубок, а есть нижний. Вот надо потрогать в момент, когда оно перегревается, нижний патрубок. Горячий или не горячий. Вот что нужно сделать. Я понял тебя. Где-то ключевое. Короче, смотрим все возможные симптомы того, о чем говорил чувак. И похоже, он прав. Термостат подклинивает. Он не заклинил совсем. Он немножко работает. А заклинивая, он остается в чуть-чуть при открытом положении, что позволяет тачке не кипеть, стоя на холостых, но под нагрузкой прогреваться действительно почти до красной зоны. Поехали прокатиться. Ну, с одной стороны, хорошо, потому что, да, проще стало выяснить проблему. Ты поглядывай на стрелку, но усилий не пасит. Я не смотрю. Такую температуру мы перегреться не перегреемся. Взгрелись, остановились, долго остужали, прилично замерзли. Сразу вышли, полезли под капот, полезли куда-то еще. А, пишут, что горячее? Нормально. Подожди. О, фиг. А! Нижний патрубок холодный. Холодный. Это, короче, пермостат. Фиг, да. Понятно. Печку на максимум, чтобы хоть как-то остужаться, и едем потихоньку в гостиницу. Задом, не включив даже аварийку, на эстакале, проехали мимо гаишники. Температура поднялась. Они пощупали по трубке. Один горячий, другой холодный. Значит, не переключает просто. Значит, делал термостат. Он, в принципе, там на двух болтах. На него тут подлезть надо. Сейчас скинуть его, если можно и без него. Просто машина будет дольше прогреваться. Мы решили снимать термостат. К нему, благо, есть нормальный доступ. Короче, что можно быстро сделать, но надо слить антифриз. Это он для себя несет, то есть для слез. Антифриза 13 литров. 12,7, если быть точным. Не то, что он дорого стоит, но не хочется обоссать всю парковку, не хочется самому в нем купаться. О, нормально, большую часть мы соберем. О, тут, короче, потоки. Время 2 часа, все равно. Еще это, еще в грач. Витьком будем мазать? Короче, уже на опыте поменять его будет не проблема. Собираем без него. И мы в танцах. А, все можно прям так стоить. Все. Разобрали, собрали. Говно вопрос. 5 утра, Хаммер не греется, все прекрасно, Влад угощил нас шавой. Как ни странно, но уже, как обычно, мы победили, все нормально, можно ехать на милю. Я ваш панат. Я за вас болеть буду. Ура! Вкус победы, господа. Я вот тут всем жалую, что у меня уже третьи сутки дергается глаз. Для меня все самое сложное начнется тогда, когда приедет шеф. Сергей Кабаргин, российский бизнесмен-продюсер, создатель автомобиля Фланкер-Ф, первого в России гиперкара для дрифта. Пилот российской дрифт-серии РДС-ГП. В марте 2021 года одна из модификаций Кабаргин Фланкер-Ф была официально допущена до дорог общественного пользования на основании официально выданного свидетельства с присвоенным ВИН-номером. На Байкале Кабаргин планирует установить рекорд скорости в постановке автомобиля в дрифт на льду в России. Соскучился по Манечке, поэтому я сейчас еду как раз мы как раз она меня будет в аэропорт тут встречать. Кстати, да, Маня, знаешь, такая шустрая, да, она, кстати, может может рядом с нами лететь. Она везде сущая, везде успевает. Такой необыкновенный энергетический человек и энергии. Ну, видимо, на метле летит с нами. Посмотрите там сами. Маня, 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 где Маня, Маня? И где Маня? Матио? Да, он, по***й. Закроется ли? Манечки, Манечки, звоним. Алло! Ждем, ждем, давай, да, теперь мы тебя встречаем, я понял, так. У нас все поменялось, теперь мы ее встречаем. Я не опоздала на самолет. С утра самолет пролетел на полчаса раньше, чем надо было. Мы ехали в Тойоте буквально метров за 500. Леха мне сказал, смотри, самолет садится. Я говорю, походу, зеленый, он говорит, зеленый. Я залезаю на сайт аэропорта и смотрю, что пролетел раньше на 30 минут. Вашу мать! И мы прибыли в аэропорт Байкал. А где, Леонидыч? Попасть. Да. Погнали, погнали, погнали. Все, все, все. Не касается, пока, не боятся. Заводный апельсин заработал. Приехали сюда с новой подготовленной тачкой и попробуем увеличить скорость на постановке. Ну, естественно, как бы пойдем в дрифтинг. Есть желание за 300 зайти. Ну, посмотрим. Время покажет. Очень много фанатов наших в этих гордак. Вот в эту сторону, вот в сторону Сибири, у нас очень много поклонников. Офигеть! Я никогда не думал, что... Потому что я смогу видеть своего кумира. Так-то трогательно. Ничего не верю. Красавчик, красавчик. Да. Манечка, открой дверь и пусть еще чувак посмотрит машину. пять минут меня отделяет от того места, где будет проходить байкальская миля. я только что въехал в Максиме. Я что-то не вижу. Флажкова в куче машин. Где все? Последние несколько метров. Байкал. 17 дней. 6800 километров. Мам, дорогая, у меня задница уже просто железная стала от такого пробега. Фантастика. Я на льду Байкала вообще, если не мог такого представить. Мы прибыли на базу, пока припарковались. Рапухать. Мы доехали. Потому что мы такие красавчики. Мы реально доехали до Байкала. Охренеть. Давай. Сидь туда за мной. Эй, давай. Доехали. Долететь. Долетели. Автоспорт – это такая тема, где техника за тебя очень много решает. И это технический вид спорта, которым ты, даже предусмотрев все, опять же, все равно можешь наткнуться на какую-то там несуразницу, которая глобальным образом все поменяет и все закончит. Переживала, чтобы с машиной в техническом плане было все нормально, поскольку мы собрали ее за пару дней до выезда в Гранд-тур. Буквально в пятницу мы ее завели, в субботу мы поехали на... В субботу мы поехали, по сути, на старт. И машина в боевом режиме не была протестирована. Достаточно такая прикольная получилась у нас команда. Реально мы все очень разные, но тем не менее каждый нашел друг в друге что-то для себя интересное и прикольное. Мы все друг в друге помогали, спрашивали еще и как. Я рада, что у пацанов получилось на самом деле то, зачем мы сюда приехали. Мало того, что преодолеть огромное количество километров сложностей и проблем по пути на милю. Так что, пацаны, молодцы. Когда я впервые увидел Байкал, когда мы заехали на его лед с желтым, я испытал такую гамму эмоций, начиная от того, что у меня было облегчение, что я наконец-таки доехал, несмотря на недосып и сложности всей дороги, восхищение местом, льдом, потому что я первый раз видел Байкал замерзшим, восторгом от атмосферы, потому что вокруг музыка, флажки, много народу, куча автоэнтузиастов. И вот этот вот калейдоскоп эмоций меня, конечно, захватил. Иду проходить технический регламент и осмотр, для того, чтобы меня допустили на старты. Скажите, куда дальше? А вы кто? Участник. Участник, проезжайте дальше. Еще раз, куда мне? Куда поедем? И туда потом. Я уже еду, кстати, по льду. На самом деле, если отбросить всю суету, весь нервняк и вообще всю усталость, здесь просто обалденный должен быть движ. Они уже в ряд выстроились для заезда. Я, во-первых, был удивлен, видев такое количество техники, которая стоит на льду и с льдом ничего не происходит. Это вообще чудо само по себе. И при всем при том светит солнце ярко, а теплая погода, ну, то есть, это такое необычное сочетание. Как у тебя с баскетболом? Какой он жесткий! Идем в штаб, проходим регистрацию, получаем свой бортовой номер, наконец-то заветный, выдают наклейку с фоном и циферки. То есть, не знаю, что это именно твой номер, тебе просто так. Какие цифры? Вот это, вот это, вот это. Давай начнем с верха, со всей верхней кромки. Давай. технический комиссар должен машину осмотреть, заполнить чек-лист, и если все галочки стоят напротив «Да», то ты красавчик. Модификации на автомобиле сколько? и мотор, коробка, подвеска, ну, короче, кузов, как раз нас. В принципе, у нас никаких предпосылок к тому, чтобы нас не допустили, не было, но я забыл один важный момент. А что мы смотрим? Дату шины. 31-я полгода, или? Нет, надо именно точно, точно. Точно 21-й год, или вам прям неделя нужна? Ну, мне бы хотя бы год увидеть. На каждой покрышке, на всех покрышках в мире маркируется неделя и год выпуска. Ну, вот тут, нашли, вот там, 44-я неделя, ну, конец 21-го года. Передняя тоже, да? Это был фатальный момент. Что-то было просто сказать такие же. Маршал подходит, смотрит год, и у меня просто сердце в пятке. Передние покрышки у нас хоть и в состоянии новых, ну, здесь они действительно новые, они пробежали, вот, с нами 7 тысяч километров. Они были куплены новыми. Буквально там, через неделю человек попал в яму, небольшой порез, и он не стал, ну, вот, не хочет человек ездить на слегка ремонтированном колесе, и нам они счастливым образом достались. Им только-только буквально недавно перевалило за 5 лет. Резина, ну, которую нам парни дали, погоняйся, она 16 года, старше 5 лет. А в регламенте прописано, что покрышка старше 5 лет, это либо вообще не допуск, тебя дисквалифицируют. Может быть, ну, это будет благо, в несадочной шейке, вам могут выставить ограничение на скорость. Если, допустим, твоя машина может разогнаться до 200, а у тебя ограничение 160, если хоть в одном заезде на выходе будет 161, больше ты заезды проводить не сможешь. Первый раз едем, не больше 150, смотрим, как себя машина ведет. Главное, не превышать, переедете на старт, я вам увеличу дальше. Спасибо. Мы прошли техком достаточно серьезного уровня соревнований, мы допущены. У Хонда руль. Я чувствую, я это никогда не пройду. Что такое техническая инспекция? Это инспектор, у него есть чекист, и много, 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 много вопросов, которые он задает пилоту и осматривает также параллельный автомобиль. Больше всего боюсь, на самом деле, за велосипед, что его заставят снимать. Я чувствую, сейчас придерутся просто ко всему, чего угодно. Ну, как я сказал, мне интересно, на что способна машина, с которой я буквально живу многие месяцы вдали от дома. Ну, какая скорость? Мне сказали, что в стоке такая ездит 186 км в час. Вот посмотрим... Пойду. Не знаю, я посмотрю, допустят ли меня организаторы до такой скорости. А вы ко мне? Ну, чекови сила, да? А, да, давайте, все, понял. Понял. Давайте начнем. Номер вы приклеили. Значит, каркас безопасности у вас отсутствует, сиденья у вас родные, нормально. То есть, ничего не отвалится, да? нет. Он в таком виде 45 стран проехал, не отвалилось. Значит, надо раздобыть изоленту, надо раздобыть шлем и надо разобрать багажник. К велику не придрались, к счастью. Смотри, какая красота тут прям. Картиночная уже. будет пиратская машина. так, с этим я закончил. Надо теперь к Мане за шлемом. Где шлем мой, Карпот? За все это время, во всей этой суете дня, я буквально пару фразами перекидывался с зданий. Бежала женщина вообще издалека с другого конца поля. Озеро? Короче, говорит, я видел, ты тек ночью. Пообщался с Маней, когда у нее одолжил шлем для квалификации. На самом деле, ребята, каждый был занят собой, занят подготовкой машины. Спасибо. Беда пришла, откуда не ждали. Все переживали задания, но проблемы наступили у Влада. И он сегодня приехал, сказал, блин, у меня шлема нет. А я села с собой и шлем, и комбет. Поэтому сегодня я Владу отбила свой шлем, и он сможет тоже принять участие в заездах. Слушай, а думаешь, попросит померить? Ну вообще выглядит так, как будто не влезет. Не, я себя переоценил. Так, шлем у Мани взял, фары заклеил, шмот уберу сейчас. Все, значит, все садятся по машинам и едут на точку постановки. По поводу безопасности автоспорт очень опасная история. Пожалуйста, значит, все максимально внимательны, все стоят всегда только внутри поворота. Никогда не поворачиваются спиной к трассе, не ложатся, не садятся. Всегда смотрят вперед и думают о том, что машина это штука, которая не затормозит. Ваня, в последний раз сейчас еще раз проеду. Блин. Еще раз. Я не могу больше 200 до 240 разогнаться. Вы здесь очень быстро. Хорошо, давайте, едьте на старт и мы ждем от вас того, что вы готовы. Я тогда подтвержу, что можно ехать. Я боялась, что может быть какая-то проблема техническая, типа, что он не знает, что-нибудь сломается, что-нибудь не поедет. Поэтому, когда мне сегодня первый раз по рации Леонидж сказал, что-то она не древтит, я подумала, ну, приехали. Можете ехать. Было 246. Посмотрим, что будет завтра. Звучит смешно, но даже светит солнце или нет, играет на итоговую скорость. Мы ничего не делаем, мало ездим и много говорим. Это наша специфика. Приехали сюда, в первую очередь, конечно, завели фланкер, выехали на трассу, пощупать лед. Вот. Оказался очень скользкий. И, ну, в этом году, говорят, трасса очень сложная. Где-то я заезды 4 сделал. В принципе, я понял, как машина ведет себя, как в дрифте, говорят, прикатался, пристрелялся. Поэтому все шансы есть завтра поставить новый рекорд. В чем заключается весь рекорд? Мы разгоняемся максимально, что может, автомобиль и в этот момент ставимся. И вот здесь происходит фиксация самой скорости в момент постановки. И уже, как бы, ты должен до конца идти боком на этом автомобиле, полностью открыться и продолжать дальше движение. Мне надо, допустим, если мы говорим про 300, я должен где-то 305 поставиться, и тогда будет зафиксирована скорость 300. Видите, как в дрифте есть три параметра главных. Первый – это траектория, но которую ты должен постоянно уметь делать, независимо с какой скоростью ты идешь. Второе – угол, вот, и третья скорость. В стиль входит все. А твоя агрессия, твоего безумия и тому подобное, чем ты безумнее, тем ты это круче. Да-да-да-да. Это когда начинаешь разгоняться, машина начинает плавать, ты ее поставлена на трассе держишь. Это прикольная тема. Надеюсь, что завтра у нас все получится, что все это будет безопасно, что нам удастся действительно зафиксировать новый рекорд России, снять об этом красивое кино и, в общем, совершить то, ради чего вообще все это затевалось. Ну, завтра, собственно, день Икс. Я от него жду, в первую очередь, классных эмоций, вне зависимости от того, как поведет себя машина, вне зависимости от того, какой будет у меня технический результат. Я ехал за эмоциями, я их получил от Гран-тура, и вот хочется получить также позитива, много позитива, хороших воспоминаний от самих заездов на Байкальской Миле. Сегодня день Икс, сегодня день, когда я попробую увеличить лимит по своей водительской лицензии. Сейчас у меня стоит допуск до 150 км в час, как бы, если все окей, мне поставят следующую отметку от 150 до 200. В принципе, здесь пять категорий, но у меня достаточно будет второй, потому что больше 200 точно не поедет. Парни, вы на связи? Еще раз. Что, как настроение вообще? Готовы? Настроение боевое. Так, я на месте. Здесь будет мой бокс. Это места, которые отведены для машин Гран-Тура. Я беру баннер специально для того, чтобы не испачкать Байкал. Я думаю, у меня будет самый веселый баннер. Спасем экологию Байкала, да? Или сохраним экологию Байкала. Есть что выставить? Нет, это очень приятно и требуется. Добавим чуть-чуть уюта. Я машина, брат. Отличная погода. Светит солнышко, дует ветерочек, нам не холодно и сейчас будем что-нибудь делать. было попробовать примерить этот шлем перед гонкой. Я столько не помещаю. Ага, а зацепы не завезли. это просто детские гонки. Прикол такой, что на вот этой дорожке схода, но на обратном курсе, покрытие гораздо более зацепистое. Я здесь за то же расстояние могу разогнаться до сотни. я уже разогнался быстрее. Камон! Я разогнался до 60 уже. Просто на дорожке схода. Да, здесь покрытие значительно лучше. В случае, когда бабушка реально ездит быстрее. 54,9 зацепа нету вообще. 54,9 Да, блин, элементарно. Ногу чуть-чуть на газ положилось, сидишь, куришь. Там можно, наверное, сигару успеть докурить. Довольно печально. Мы одни из самых медленных. Машина не очень готова к ледовым гонкам. У нее очень легкая задняя часть, задний привод, избыточная мощность и так себе колес. 54 км в час. Ну, смешно. 54,9 Да. Я тебя порву. У тебя же полный, Посмотрите, на него порвет он. Даня проехал одну восьмую 54 км в час. У меня теперь появилась цель сделать его хотя бы на одной восьмой. Смотри, он с тапочком ездит. Первые заезды было много страха. Я переживал, в первую очередь, за машину, не за себя. Сам я уже с собой справился. Первый же заезд у меня заслезились глаза. Я просто охренел от того, что может эта машина. она просто сумасшедшая. А какой результат интересный? 74,8. Я не нажал до конца, я обостр... испугался. Я просто перестал сжать, в какой-то момент было очень страшно. Она просто еще бы дальше ехала. Фирасия, 76. Так, ну я Даню порвал. Все, я Даню порвал. Эмоции меня просто переполняют. За 14 лет дружбы с желтым мы объехали много стран, много тысяч километров. И я даже не думал, что он мне может подарить какие-то новые эмоции. Я себе все время, все эти дни задал вопрос, что я здесь делаю? Я не совсем про скорость. Это немного не мое. Я себя чувствовал прям чужим здесь. И когда я сделал первые заезды, я себя почувствовал просто частью какого-то большого движения, каким-то полноправным участникам. И я еще не переводил до конца. Это очень здорово. Здрасте. Привет. Смотрите-ка, что Мань показывает. Вот такие вот здесь вот. Да. Мне было крайне волнительно. Как все это пройдет, получится у нас, не получится. Будет ли все в порядке с машиной? Насколько красиво будет дрип? Какой рекорд мы можем поставить? В прошлый раз здесь и 50 стояли, а сейчас постараемся поставить выше. Боюсь, что до 300 конечно не доберемся. мне еще, я так, вчера, конечно, так я бодрился, а сегодня я проснулся и понял, что надо быть реалистом. Сейчас лед пригреется, особенно темная часть его. Будет не очень. Ну, я имею в виду, да, снег он отражает, а темная часть наоборот привлекает, поэтому скорости упадут. Для того, чтобы зафиксировать рекорд скорости, нужно откуда-то взять точные показания, которым все будут априори верить. Для этого, естественно, будем использовать GPS-датчики, как всегда, собственно. Его специально пришли организаторы и повесили, закреповали на машину. Прикрепили его на каркас, вот он, и, соответственно, он даст сегодня всю полную информацию о том, какую же скорость машина сможет развить на постановке рекорда. Все, давайте все по тачкам. Сейчас. Мы одеваем Хансу. Ханса это для того, чтобы тебе не сломало шею. Ну, если ты там в бруствер улетишь куда-нибудь или во что-то вырежешься, вот эти вот удары, кивки Ханса блокирует. Шлем очень жестко привязан к ней, а сама Ханса к плечам придавлена ремнями. Сейчас нормально. Поехали, старт, старт, старт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы перед тем, как ставить рекорд, поставили две абсолютно новые шины для того, чтобы показать максимальный результат с лучшим зацепом. А эти новые шины почему-то взяли и развалились. Что касаемо резины, я это не сразу понял. Ну, поскольку мы в 19-м году на ней ездили здесь, и она выдержала полностью там. Мы потеряли где-то процента два, наверное, шипов. Поэтому я был уверен, что она дотащит до конца. Но в данной ситуации солнце пригрело, стало более мокро и нету зацепа. Сегодня очень скользко. Настолько скользко, что уже не зацепиться. Меня таскать уже начинает прямо с самого начала. Вчера после 200 таскала, а сейчас уже со 120, со 130 начинает машину таскать везде. Это... Она не может разогнаться. С одной стороны, классно, что было солнце, потому что мы все видели прекрасные красивые кадры, и это было все усладо для глаз. А с другой стороны, из-за того, что было солнце, вот эта вот расчищенная поверхность Байкала немножечко подтаивала, и на ней стоит такая, ну, как просвойка воды. И когда машина на большой скорости едет, чем быстрее она едет, тем больше она, по факту, поднимает. Машина еще у нас достаточно легкая. Поэтому то, что светило солнце, для зацепа, это хуже. Надо пойти посмотреть шипы. Мы немножко отсталили с 19-го года. Но я уже смотрю, что на одной шашечке уже по три шипа, а у нас еще пока по два. Сейчас надо поизучать, если дальше как бы, ну, двигаться в этом направлении, то нужно поизучать тему. Пойдем посмотрим. Вот это шипы. Я просто покажу, чем мы ограничены сейчас данный момент. Маленькие детские шипочки. Ехать тяжело. Я не могу... Я просто ловлю постоянно. Вот прямо с самого начала я начинаю ловить уже машину везде, абсолютно. Вот. А это с убиранием газа делается. Я не могу зафиксироваться. Я думаю, что дождемся вечера. Как раз вот эта вот самая разгонная часть, где есть, там немного подсохнет. Ну, что, будем... Ну, зачем мы с тобой будем бороться? Вот как? Как вот на этом можно вот разогнаться? Я что-то даже не понял, сколько там, 130? 130. Я по асфальту могу больше поехать, а по льду очень страшно. Машина рыскает, так кажется, что после прыжка она подпрыгнет и потеряет сцепление с дорогой. Красиво было. Ну, эмоции уже поулеглись. Она едет не так быстро, как я думал. Или я уже привыкаю к адреналину. 121. Вообще, очень страшно. Она страшна из-за прыжков. Там есть рябь, когда она подпрыгивает, есть страх, что она не зацепится опять, что ее начнет. Колбайся. У меня цель знакомства с машиной по-новому. После 14 лет езды на ней везде, я вот в таком виде ее еще не знал, не видел. Ну, я думаю, что она нас может вас удивить. Да. Она меня вчера на 1,8 удивила. Да, это было эмоции течь. Ну, на самом деле, по поводу ребят у меня были небольшие сомнения с самого начала. Вот. Я немного с ними на жеребовке только пообщался. Вот. Но их в глазах я подумал, что в любом случае у них будет, конечно, приключения, но они справятся. И под финиш неровно. Подбросов нет, как бы, но аккуратненько. Первый раз. Понял, здравый смысл возобладал. Я выйдем на спидометре цифру 150. Не заигрался, отпустил. Миля достаточно длинная для того, чтобы большинство мощных машин даже на гражданском шипе уперлись просто в аэродинамику. Охренеть, не встать. Сказали, в первом заезде пощупать трассу, не разгоняться больше 150 или выгонят нафиг. Но я разгонялся до 150 раз в 5, наверное, за протяженность мили. Я думаю, 200 мы пахнем сегодня. Только один пристрелочный был. Ну, капец. В прошлый раз ты делаешь. Единственный боевой. Давай. Все, вставай. Ладно, сейчас у нас есть единственная задача. Настроиться и пахнуть все. Проехать с такой скоростью, с которой я только смогу. Главное, не упереться в очкоме-то. Вот так где-то начинает сжиматься и тормозить тебя. Ну что, мы готовы. Поехали. Усаживайтесь поудобнее, нас ждет длинный разгон. Все нормально, подходим к одной второй. Начинает сильно мотать. Очень страшно. Держимся за руль. Дай, униган 146. полная х**та. Даже немножко стыдно за себя. Слишком рано я начинал подруливать и несколько раз отпускал газ. Можно было значительно лучше. Долбанный шлем, в котором невероятно тесно. Просто ты не помещаешься в этот чертов салон. Какая же х**та. х**та. Это наш последний заезд от длинной дуги. Капот слетел, на ***. Такое ощущение было, что я быстрее звука летел. Я тоже не почувствовал, что у меня крышка багажника слетела. Я думала, что-нибудь бампер или, может быть, какой-нибудь... На машине есть клыки всякие аэродинамические, но там было что-то явно больше, достаточно быстро, пацаны сказали по рации, что крышка багажника. Был такой щелчок, чок, и как бы на постановке. Но брустер, может, зацепил, может быть, ещё что-нибудь. Небольшая помеха абсолютно. Я больше всего боялась, чтобы не случилась какой-то нештатная ситуация, чтобы никакой человек не вылетел на дорогу перед ней. Самое всегда опасное – это люди на трассе. Машина возвращается обратно, осторожно. Крышку вы добрали там? Крышка багажника вышла из чата с замками. Продолжаем без неё. Да, продолжаем, да. Пока капот не выйдет, продолжаем. Готовы все? Сейчас, секунду. Через минуту начинаем, даже меньше. Всё, в принципе, все готовы, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В машине заезд нормально получился, нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, рекорд. Наибольшая скорость постановки автомобиля в дрифт на льду в Россию объявляю официально зафиксированным. Рекордсменом объявляю Капаргина Сергея Леонидовича. Организатор РУДЮ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я считаю, что он прям очень крутой. И действительно... Всегда не выравняюсь, потому что он добивается поставленных целей... Можно поздравить, да. Если спросить у меня, доволен ли я этим, я вам отвечу, что не очень, потому что я вчера на таком адреналине был и думал, что, конечно, будет все намного лучше у нас идти, а по факту оказалось так, что резина подвела. Готовиться надо лучше. Выводы такие. Починиль! Починиль! Сколько говоришь? Грызи! Все через скотч, все у нас на скотч. Зубы хоть для чего-то дожди понадобится. Шоп-тем-шоп! Есть такая вообще шутка, скотч может починить все, что угодно, кроме сердца бывшей. На самом деле скотч просто незаменимая вещь в автопутешествии, да и вообще в принципе в путешествиях я столько раз сталкивался, когда нужно либо срочно починить кроссовок, либо одежду, либо сумку, либо что-то в машине зафиксировать. Я точно знаю, что то, зачем я сюда ехала, это приобрести новых скиллов и навыков планирования и сращивания абсолютно любых задач, безусловно. Здесь у меня был а, шанс проверить себя, б, что чем научиться чему-то новому. Я уверена, что это поможет мне в дальнейшей работе и жизни. Для меня весь проект Гран-Тур Байкальской Миле – это уникальный опыт. Много нового узнал для себя, много нового узнал о себе в том числе. Я думаю, что из этого получится классная история, которую точно я буду вспоминать, будучи старым дедушкой. Это невероятное мероприятие, ощущение, ну трудно передать, это надо увидеть, но просто мозг разрывается, таких эмоций никогда не испытывал. Вроде бы просто лед, просто тачки, но такая невероятная атмосфера, командная сплоченность, это командная работа. Да-да-да-да, все сделать, выехали, па-а-а-а, круто! Офигеть, ты что скажешь? Да, действительно очень круто, простор, есть где разгуляться. И, блин, ну ради этого стоит сюда приезжать. Ради этого можно жить на двух часах сна, одном пирожке в день, разогретом на моторе, который пролежал до этого несколько часов, на морозе уже застыл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, господа, вы сделали это, мы доехали. Дефеста, байкальская миля, так-то, вы как вообще? Не только доехали, но и проехали. Но, правда, когда на 150 морда начинала взлетать, я не слабо очканул. Но надо попробовать завтра еще раз. Я вообще не был уверен, что я стартую, парни, если бы не вы. Давайте согласитесь, мы реально сделали офигенно крутую тему. Вы такие капитальные красавчики. Вообще, начинает момент, как мы встретились на жеребьевке. Кстати, когда приехал на жеребьевку, у меня же машина была еще разобрана, вся по частям. Я думал, что я тут самый просто лошидзо, потому что все-таки... Про прожаренные гонщики. Но когда Даня сказал, блин, я еще даже не знаю, где колеса намутить. Мне не очень странно. Я вообще выдохнул, понял, что у нас вообще одинаковые позиции. Ну, я за вас переживала, ребят, надо сказать. Но я знала, что по-любому, какие бы у нас проблемы не встретились, мы со всем разберемся. Ребята, вы такие классные. Очень рада, что мы с вами, а, познакомились, б, вместе сделали это охренительно крутое дело. Я надеюсь, что это не последний наш совместный проект. Это одно из лучших моих путешествий. Предлагаю встретиться в следующем году. Это дорогого стоит. Спасибо, ребят, за К-команду. Команда. Все, обнимемся и домой. Поехали домой, пацаны. Погнали. Надо кому-нибудь феверичное раз*****ться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова